Добрый день друзья! Сегодня мы поговорим о лечении грыж методом резорции и я вам расскажу о трех стадиях резорции. Первая стадия, стадия альтерации, это воспалительная стадия, она всегда болевая. Когда у нас грыжа до лечения большая, вот здесь у пациента 35 лет ему, он обратился в декабре, у него была довольно большая грыжа, разорванная, вот смотрите какой вот субстракт в спинномозговом канале плавая, значит такая из краниальной, из каудальной миграции, боль у него была 8 по шкале ВАШ и приехал к нам он лечиться в декабре, пролечился он значит перед новым годом 12 дней и через месяц сделал повторный снимочек. И здесь мы видим, что грыжка стала гораздо меньше, спинномозговой канал, обратите внимание, здесь пространства отсутствуют, две грыжки. Мы ему лечили вот эту грыжу, нижнюю, L5-S1. Видите, здесь у него появился канал, очень хороший, тут его вообще нету, здесь вот просвет хороший. Диски были темные, стали светлые, то есть произошла их гидротация и боли, самое главное уменьшились боли. Здесь боль у него стала двоечка, он стал спокойно спать без ночных просыпаний и даже не пил таблетки. И всего лишь это за курс 12 дней. Повторюсь, разница между снимками месяц. Внимательно посмотрите, вот так вот остановлюсь, месяц. Значит, вот эта вот стадия пролиферации, это стадия деления клеток. Иногда на этой стадии грыжа может набухнуть. Она может быть больше по размерам, но боль становится меньше. Вот если задача консервативное лечение грыжи уменьшить ее, после первого курса высушить и сушить ее уколами, гидрокортизоном, блокадами, НПВС, там, дипроспанкулят, в общем, какие-то ГКС, глюкокортикостероиды или мощные НПВС. То при методе лечения резорции у нас все наоборот. Мы эту всю гадость не колем, эту всю химию. Мы не травим человека, мы не садим ему ЖКТ и довольно быстро лечим. Значит, приехал он на повторный курс. В январе еще один курс был 12 дней. И сделал повторный снимочек. Вот 01-03-го. В инстаграме я уже снимал этот ролик. Можете зайти посмотреть. Кстати, кто хочет видеть новинки первыми лечения, подписывайтесь на мой инстаграм. Значит, казак, нижнее подчеркивание, костоправ. Туда новинки попадают гораздо быстрее, чем сюда. Потому что туда легче загружать, легче снимать и так далее. Значит, вот здесь у него вообще нету болей. На третьем снимочке у него уже стадия ремодуляции. То есть, диск заживает. Фиброзные кольца, они начинают срастаться. Значит, восстановила целостность задней продольной связочки. Как мы видим, вот она темненькая полностью. Мы ее тут можем наблюдать. Здесь она разорвана. Здесь она уже прослеживается. Визуально ее видно. А тут она уже заживает. Вот здесь разрыв. Видно связочки. Вот он разрыв. А здесь вот она уже заживает. То есть, все хорошо. Пациент чувствует себя прекрасно. Уже ходит на работу. Работает. Ну, в общем, на все понадобилось. Про все нам два курса по 12 дней. Лечение это не очень дорогое. Я бы сказал, что даже дешевое. Более подробно вы можете узнать о стоимости на нашем сайте. На сайте нашей клиники. mrcatvan.com Она находится в Украине, Херсонская область. Итак, повторюсь. Стадия лечения грыж методом резорбции делится на три стадии. Первая стадия. Альтерация воспалительная болевая. Вот грыжка у нас большая. Потом стадия пролиферации. И стадия ремодуляции. В общем, всем здравия. Не болейте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока-пока. А, еще хотел добавить, что пациент был очень сложным. То есть, ему до лечения кололи всякие там стероиды, НПВС. И процесс резорбции очень долго не запускался. Дней пять мы мучились. Но все-таки его запустили. Мои коллеги из России, я думаю, от него бы отказались. Потому что грыжа у него была старая. То есть, не свежая, зафиброзированная. Но мы при помощи мощного лазера все-таки смогли запустить эту резорбцию. И вот видим прекрасный результат. Вот и все.